Бренд спортивного питания Фитрекс представляет Судя по видео, которые вот сейчас вот начали появляться в инстаграме, это даже здоровые ребята, мало кто справляется. Вот мы сейчас как раз таки испытаем, я не пробовал ни разу. Прогноз, но учитывая, что такие ребята собрались, тут 9-10, мы это сделаем. Если тебе нужны лайки и просмотры, то следовать модным трендам – это очень правильное решение. Ведь если Вася Пельмень или даже Ливан Сагинашвили вовсю громят арбузы, то почему бы и другим не оторвать кусочек от этой волны хайпа? У нас, значит, будет первое упражнение, подход будет на грудные, трицепс и передний пучок дельт. В общем, поехали. Но вопрос здесь в другом. Зачем все это надо уважаемым атлетам? А тот же Сергей Тарануха в мире ББ атлет очень авторитетный. Зачем ему эти арбузы? Зачем весь этот непонятный хайп? Вначале надо точно понимать, что мы подразумеваем под хайпом. Правильно, Антон, давай разбираться. Нам, например, нравится определение, что хайп – это искусственно создаваемый ажиотаж вокруг какого-либо события или героя, где сам этот ажиотаж порой важнее, чем это событие или этот герой. Главный мастер хайпа тут Александр Невский, потому что, с одной стороны, он не врет, когда говорит, что он мистер вселенной, он действительно мистер вселенной. С другой стороны, мы понимаем, как должен выглядеть мистер вселенная. Уж не знаем, чем так насолил Антону Александр Невский, но пример интересный. Здесь реально шум вокруг титула больше, чем сам титул. Ну и возвращаясь к нашему уничтожению арбузов. Ведь какой-либо пользы или смысла в этом точно нет. Но с другой стороны, эти безумные видео собирают сотни тысяч просмотров. И вопрос, почему от этого медийного счастья должны отказываться наши чемпионы? Они что, не люди, что ли? Не, они считают, как за хайп, просто движуха, чтобы интереснее была жизнь. Так-так скажем. С ребятами, друзьями увидятся. Сергей в железный рейтинг с арбузами попал, значит, уже хайпанул. Да и нам для продолжения этой истории нужны более накаченные герои. А тут Дасек с Тарасовым сбили нашего зрителя с толку. Либо многие недосмотрели, либо невнимательно смотрели. Но судя по комментариям, мне кажется, что многие увидели, что серия про хайп, и решили, что основной смысл серии про хайп – это хайп. Аудитория железного рейтинга, она... Не справилась. Она не справилась, да. Не прошла этот экзамен. Ну а раз вам не по нраву герои мира фриковых боев, то для второй серии проекта «Правила правильного хайпа» мы подобрали для вас героев более привычных. Ведь что сегодня мы имеем? Мы сегодня имеем большой спорт и немножечко большого хайпа. И в принципе, эти два понятия могут вполне себе нормально уживаться. Ну а если вы при слове «хайп» все равно нервничаете, ну или слишком переживаете за Михаила Кокляева, например, совсем не верите в его шансы в бою с Емельяненко, то у основателя бренда «Фитрекс» и друга Михаила Николая Бычкова есть для вас рабочее решение. Продукт «Гуд Муд» для улучшения настроения и поддержки позитивного жизненного настроя. Наступила осень, впереди зима, Праздника веселья требует душа, Но душе не имется, зелью нет альтернатив, Без травы не заходит креатив. Эй, дружище, ты постой, Ты ж не хиппи, ты хайпер, Ты же блогер-хайпажер, Ты прими наш препарат, Твой подписчик будет рад. Есть решение одно. Наш «Гуд Муд» и все в говно. Ну что же, зарядившись позитивом, мы готовы погрузиться с вами в реалии современного спорта, где разговоров стало больше, чем побед, просмотр Инстаграм стал частью тренировочного процесса, и где даже самые крутые рекорды уже не вызывают никакого удивления. С тем, что Юрий Белкин настоящий чемпион, надеемся, спорить никто не будет. Ведь даже если вам не нравится его сумо, за этим парнем хватает рекордов и в тех же приседаниях. Теперь я уже ултаймер и в приседе, и в тяге, и в сумме трейборе. Если я все правильно помню, не ошибаюсь, то именно действующими ултаймами на сегодняшний день ни один пауэрлифтер планеты вообще похвастаться не может этим. Чтобы именно три действующих ултайма были в одной весовой категории. Правда, кто знает об этих рекордах? Ну, кроме самых ярых адептов пауэрлифтинга. Даже сам Юрий осознает, какой из рекордов вывел его популярность за пределы лифтерской тусовки. Я не слышу поддержки! Поддержка не умолкает! И вот первый этот, друзья! Юрий Белкин! Юрий Белкин делает это! 418 килограмм! Не, да, однозначно после 418 все пошло-поехало. Не после «Титанов», а именно после 418. А про «Ипьев» вообще молчу. Но почему одни рекорды не выходят за рамки любителей пауэрлифтинга, а другие обсуждают во всех качалках страны? Мы попытались проанализировать эту ситуацию и пришли к интересному выводу, что даже в самых спортивных рекордах работают те же правила, что и в популярных ныне фрик-боях. Что, не верите? А вот давайте прямо сейчас вместе с вами разберем самый главный рекорд Юрия Белкина с точки зрения организации самых крутых фрик-боев. Во-первых, здесь сработал принцип «маленький против большого», «давид против голиафа». Ведь публика всегда любит, когда какой-либо смельчак бросает вызов великану. По этому принципу строится большинство фрик-боев. Тот же нашумевший бой «Дацико» и «Тарасова». Ведь мы же всегда любим, когда маленькие берут верх над большими. Хотя чаще всего и не верим в саму эту возможность. И в тот рекордный вечер, например, на Белкина вообще никто не ставил. Публика тогда ждала подвигов от совершенно других героев. Сегодня я привез своего друга, его уговорил здесь участвовать, Ивана Цигельника. Я на него ставлю большую ставку. И мне кажется, основная заруба будет между ним и «маланом». Я больше ставлю на тягу. И мне кажется, там «малан» сегодня может затянуть рекорд России и перебить Михаила Кокляева. Второй важный фактор, повлиявший на шумиху вокруг этого рекорда, это то, что Юрий отобрал его не у кого-нибудь, а у любимца публики – атлета, чья популярность давно уже выходит за рамки «Мир железа». Это работа, Василий, это работа называется. Как говорится, насмылся блогером «Полезай на стенд». Для сравнения скажем, когда Юрий снял рекорд в тяге легендарного Коуна, простоявший, между прочим, 26 лет, шума почти не было. Ведь кто такой этот Коун, у нас знают даже не все пауэрлифтеры. Да и категории у них были одинаковые, и вес на штанге не такой внушительный. Какие-то 410 килограммов. Другое дело – противостояние с Михаилом Кокляевым. Тем более, его тут же подхватили все Качковские ютуб-каналы. Свои пять копеек в эту шумную историю внес железный рейтинг. Я понимаю, что, наверное, Михаил меня будет ругаться, но здесь сегодня столько о нем говорили, после рекорда Белкина, что я не могу не написать ему смс-ку. А что мы напишем? Скажем, Михаил, ты видел это? Пора слизать с печкой. И вот сумма этих факторов, звездность соперника, значительная разница в весе и внимании медиа, и сделали этот рекорд по-настоящему шумным и звездным. Но и сами цифры здесь тоже сыграли огромную роль. Ведь в те времена так далеко за 400 поднимали очень редко. Я даже не знаю, как это назвать. Это необычный результат для человека, который весит 101 килограмм. Если вдуматься, то те же принципы сработали и в противостоянии Дэвона Лората и Дениса Цыпленкова. Где Лорат – это главная звезда заокеанского арма, мастер техники и стратегии, завсегдотай популярных видеоблогеров и телевизионных шоу. Ну а по другую сторону стола суровый русский медведь. Все, как любит Голливуд. Это же получилось такое «Рокки-4», где маленький Рокки Лорат должен соревноваться с большим непобедимым Иваном Драгой – Денисом. Ну, единственное, что хэппи-энда у этого фильма для Рокки не получилось. Как вы понимаете, сегодня большой спорт очень часто строится по тем же принципам, что и большой хайп. И провести четкую границу между этими двумя понятиями очень тяжело. Но если мы понимаем, как выделиться в рамках спорта парням из пауэрлифтинга и армрестлинга, то как выделиться парням из пляжного бодибилдинга? Как им быть, когда они в линейке все такие одинаковые? Вот поэтому они и идут бить арбузы. Ну вот реально, как можно выделиться на сцене в номинации «Мэнс Физик» или «Классик Физик»? Там же все на одно лицо. И единственное, что остается этим парням – выделяться вне соревновательной сцены. Поэтому если Инстаграм и Ютуб завалены разбитыми арбузами, давайте бить арбузы. Правда, эта ягода в бодибилдинге имеет немножко подмоченную репутацию. Но мы сегодня не будем о грустном. Мы ведь на железном рейтинге, и даже говоря об арбузах, мы будем вести рассказ о сокрушительной абсолютной силе. Следующий способ – это вызов от пельменя. Удар подщечиной, так скажем, так, чтобы этот арбуз разлетелся, как головешечка. Поехали! Поймав кураж, Сергей Тарануха и Александр Фанта уничтожили арбузы всеми известными науке способами. Ответ Ван Дамму вертушкой. Ну, он бил кокосы только. Уж мне до кокосов далеко, но арбузик я попробую. Так, показываем арбуз. Самый большой, самый крепкий выбрали. Крепенький. А я придумал еще один новый способ разбивания арбузов. Сейчас мы его проверим. Что, Фанта, как твой пресс? Ну, как обычно, пресс и улыбка до небес. Ну, тогда держи. Ну, что здесь скажешь. Современная публика яркое шоу любит больше, чем скучные соревнования. Поэтому арбузы порой собирают лайков больше, чем те же рекорды. Но есть здесь важное но. Без реальных спортивных результатов все эти арбузы легко превратят вас в обычных клоунов. Возможно, вы соберете просмотры и лайки. Но вот с репутацией здесь все гораздо сложнее. Ведь когда вы хотите быть супергероем, прослыть обычным хайпажером, так себе достижение. И пример того же Конора Макгрегора говорит, что все его выходки были уместны ровно до тех пор, пока за каждое свое слово он был готов ответить в клетке. Но как только в этой истории закончился спорт, закончился и прежний Конор Макгрегор. Поэтому, решив создать побольше шумихи вокруг своей персоны, будьте осторожны. Ведь результат может получиться совсем не таким, как вы представляли изначально. И той же истории противостояния, как Ляева и Емельяненко, в финале нужна настоящая война, а не дружеский спарринг. О чем всем разговаривали? И вот в свете всего сказанного Сергей Тарануха может позволить себе все, что угодно. Хоть арбузы крушить, хоть на Старконе выступать. На Старконе я уже 6 лет подряд выступаю и выигрываю. Я был Суперменом, Бэйном, Анубисом, Халком, Росомахой и Венумом. Так как у меня очень много и проектов, и соревнований, то есть подготовки на это практически нет. Идея рождается вот так вот. То есть бывает такое, что я еще за 2 недели до Старкона, я не знаю кем быть. Да, выходит, вот как было в прошлом году, вышел фильм «Росомаха последний», где он как раз таки с дочкой. И у меня дочка вот такая же, и я опа, все, нужно только сделать лезвие, все. Секрет Сергея в том, что между всеми этими безумными выходками он продолжает делать чемпионскую форму. И на равных конкурировать как с сильнейшими буддебилдерами планеты, так и с самыми крутыми участниками проекта «Вортекс». Да что тут говорить, Сергей может легко бросить вызов даже самому Михаилу Кокляеву. Да вообще практически любому качку. С фантой я не буду в принципе, но я не могу взять ударить друга. Но об этой истории чуть позже. А сейчас мы вновь вернемся к хайпу. Ведь эта шумиха нужна не всем. Кто-то просто хочет тренироваться и ставить рекорды. После ее соупена, я для себя понял, что, блин, потенциал-то еще вагон. Почему бы не заставить себя временами нормально тренироваться и все-таки дальше прогрессировать и показывать результаты. Быть блогером дано не каждому. Но с другой стороны, у чемпионов же есть свои, не выдуманные как спортивные, так и жизненные истории, которыми можно просто делиться со своими фанатами. Ну серьезно, ведь только одно увлечение Белкина автомобилями дорогого стоит. Во всех смыслах этого слова. Дорого стало. В соотношении с той ценой, которую ты заплатил за машину. Нормально, почти что две машины. Две машины? Ну, почти что, но не почти. Машина нашлася. Он столько в нее вложил труда, про материальные составляющие я молчу. Но, в общем, в нее душа вложена. И я очень рада, на самом деле. Я вижу, как он ей кайфует, наслаждается. Какое-то ему удовольствие приносит вообще. Так что на здоровье, ради бога. Главное, что в танчики не играет. Но вот согласитесь, автомобиль – тема интересная для многих. Вот почему Юрий так мало об этом рассказывает? Да я же не блогер какой-то. У меня вот эти вот все, что я выкладываю себе в Инстаграме, вот сейчас более-менее как бы стабильно и часто. Знаешь, каких усилий мне этого стоит на самом деле? Я никакого вот этого кайфа нет. Я выложил, да выложил, да и хрен. Знаешь, как бы перед своими подписчиками отчитался, да и можно еще там день как бы отдыхать, ничего не выкладывать. Я даже про машину свою ничего не веду, не выкладываю. То есть бывает на время от времени какой-то истории не выложил. И страницу на Drive-2 не веду, как все это делают. Хотя, ну, куча всего еще сделана, и сколько времени потрачено, и денег, соответственно, потрачено. Как бы людям было бы тоже интересно, где делать, а где лучше не делать. Вот где делать я не знаю, а где лучше не делать вообще-то. Вот мне почему-то судьба все время к тем людям, которым вообще ездить нельзя приводит. Ну вот уже Юрии могла получиться очень интересная история. Мы же помним, какой твоя Ауди была изначально. И видим, какой красавицей стала сегодня. Мог бы получиться небольшой захватывающий сериал, который, как и полагается большому кино, начинался бы с грустной истории из детства. Смотри, какая ситуация, да. То есть, ну, в детстве я ничем как бы похвастаться не мог. У меня-то компьютер-то появился поздно. То есть для меня это, знаешь, как, получается, ребенок, который в детстве не наигрался. Это я говорю про себя. Теперь я все это как бы на машинах, получается. Воплощаю все свои фантазии и игры, скажем так, в кавычках. Есть выражение «Жить слишком коротка, чтобы ездить в стоке». И мне, получается, ну, не по кайфу взять машину и просто на ней ездить. Я так не могу. Но зачем ему этим заниматься? Он же спортсмен, скажут многие. Зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы у вас был выбор. И вы могли смотреть не только «Дасика» с Тарасовым. А это уже немало. Кстати, сегодня, чтобы следовать трендам, нужно хотя бы сфотографироваться с каким-нибудь стареньким авто. Ну, а если у тебя в гараже есть вазовская классика, то ты вообще первый парень на деревне. Ну, а если Юрий у нас кучит автомобильная тема, и он захочет пошуметь по-крупному, но в рамках спорта, то он легко может принять вызов Алексея Шредера и зарубиться с ним в многоповторной тяге. Ну, если он готов 300 на количество поднимать, то, пожалуйста, велкам. Ну, 300 килограмм на количество – это интересно. А не кардио заниматься с меньшим весом. Ну, а то уж, Юрий, как вы договоритесь. Вон тот же Сергей Тарнуха вообще готов бросить вызов кому угодно и когда угодно. Правда, опасается, что никто его вызов не примет. Подраться в клетке, опять же, не за хайп. А если будет с кем? Вот так вот, скажем. Человек, которого я вот изнутри прям, я с удовольствием. Но что-то, я думаю, вряд ли кто-то меня вызовет. Ну, а как вы думаете, может быть, серьезно взять и провести бой Таранухи в рамках того же юбилейного «Сайберин Пауэр Шоу»? Даже бодимания готовы поддержать этот проект. Осталось найти Сергею правильного соперника. Такого же, каким стал для Юрия Белкина Михаил Кокляев. И вот на этой интригующей нотке мы и заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Но к теме правильного хайпа мы еще вернемся. В частности, обсудим такой интересный вопрос, что любой успешный видеоблогер – это в прошлом не состоявшийся спортсмен. Нет, я не соглашусь, что успешный блогер – это не состоявшийся спортсмен. Мне просто кажется, здесь действительно вопрос времени. Антон, мы готовы с тобой поспорить, но не в этот раз. А сейчас не забудь поставить лайк и поделиться этим видео со своими товарищами по качалке. Ну а мы прощаемся с вами. До скорых встреч!